Сегодня свой профессиональный праздник отмечают педиатры. Безошибочно поставить диагноз малышу, который не может сам сказать, где у него болит. Такое под силу только специалисту, который по-настоящему влюблен в свою профессию. О людях, готовых прийти на помощь в любую минуту, материал Марины Караевой. А у тебя живот болит? Не болит? А что ты тогда в больнице делаешь? Что с тобой случилось? Ну расскажи мне. Маленького Суслана белый халат врача совсем не пугает охотно рассказывать, что и где болит. Фатима Базарова, врач-гастроэнтеролог. Профессии посвятила более 25 лет. За плечами огромный опыт работы. Заслужить доверие, отыскать ключ к сердцу каждого ребенка. У нее получается практически с первых минут общения. С детьми намного приятнее, мне кажется. Мне намного проще работать и это увлекательнее. Сегодня у нас в отделении такая девочка, которая подняла нам всем настроение. Очень интересно, очень с ней общаться. У нас смело все мамочки в палате забыли, что у них больные дети. Работа второй дом, считает она, добрая, внимательная, всегда готовая прийти на помощь. Так отзываются о ней родители маленьких пациентов. Мы второй раз попадаем в детскую клиническую больницу с кишечной инфекцией. Лежим тут уже второй день. За это время у нас уже улучшения пошли. Мы очень благодарны медперсоналу во главе с Фатимой Владимировной. Спасибо им большое. Очень внимательный персонал. Каждый день подходят, проверяют, спрашивают. Мы им очень благодарны за это. Фатима Владимировна из семьи врачей по этому выборе будущей профессии ни минуты не колебалась. Педиатрический факультет СОГМА, аспирантура в Санкт-Петербурге. А сегодня Фатима Базарова заведует гастроэнтерологическим отделением детской республиканской клинической больницы. В дальнейшем уже выбрала узкую специализацию гастроэнтерологию, потому что заболевание пищеварительной системы – это наиболее частая патология среди детей. Мне было очень интересно это направление. Не менее интересное направление в педиатрии выбрала и молодой врач Агунда Геккиева. Она детский эндокринолог. В день принимает до 8 пациентов. К ненормированному графику уже давно привыкла. Ровненько вставь. Слышь. Вот так. Ровненько вставь. Вот так. Вот так. Умничка. Врачебный путь Агунды Геккиевой начался в 2012 году, как только она закончила ординатуру. Пошла по следам родителей. Фраза точно не про нее. Медиков в семье нет, да и врачей с детства, как любой ребенок, боялась. Но о сделанном выборе никогда не жалела. Дети, с одной стороны, да, сложный контингент. С другой стороны, наоборот. С ними легче. Тяжелее, наверное, больше с родителями, чем с детьми. Дети искренние. И чем они хороши, как только детям становится легче, облегчение. То есть, как только мы им помогаем, они это показывают. Они благодарные пациентам. Не существует профессии важнее врача, но и среди них есть те, кого можно выделить. И это педиатры. Именно они заботятся о здоровье детей. Не просто ставят диагнозы и лечат маленьких пациентов. Становятся им настоящими друзьями. Марина Караева, Ланабзыкова. Новости Осетии.